привет меня зовут маша мой канал от скуки посвященный вязание и все что с этим связано как видишь у меня здесь просто завал всего я не виделась тобой всего лишь два дня но у меня уже куча всего просто невероятное количество всего что я хочу непременно показать начну самого что по центру у меня лежит да это мой топ на запах я говорила что я еще не знаю как я его буду вязать в общем я решила вязать на запах потому что во первых сейчас эта модель не в моде она не в тренде значит это не будет каждая вторая в таком ходить потому что но если честно я уже говорила неоднократно что я смотрю всякие модные влоги тенденции всякое такое для того чтобы это не связать потому что мы как правило вяжем не один день не один час да и у нас к сожалению мир моды настолько быстро меняется что пока ты садишься связать свитера большой шанс и пока ты его довяжешь он просто уже будет анти тренд да я прислушиваюсь каким-то веянием моды да как это объяснить скорее к какому-то образу да что у нас что у нас например там в моде оверсайз да то что не модно в облипочку да вот такие тенденции я стараюсь своих изделиях придерживаться но я не модница и если честно я терпеть не могу когда вяжет оля кученели или оля лорапиана есть у рапиана и ты на нем ты в нем ходишь да ты можешь связать вдохновившись у рапиана это я не спорю но когда пытается копировать это все выглядит очень дешево да как есть например кадиллак и есть китайский аналог ну согласись что китайский аналог никогда не станет кадиллаком это все равно будет фейк что-то меня вообще куда-то занесло сотни про это в общем я решила вязать джемпер топ на запах потому что во первых у меня такого нету во вторых мне нравятся такие модели потому что у меня несмотря на излишний вес до достаточно женственная фигура то есть у меня есть и попа и грудь и как бы такие модели как правило меня украшают чаще всего поэтому я такую модель и решила связать ну и плюс давно такое не вязал когда-то давно вязала платье на запах но я его уже давно им давно подарила уже и забыла что я его вязала в общем я уже приближаюсь принципе к финишной прямой мне осталось его довязать вниз рукава я сделал буквально там 23 сантиметре когда ну совсем небольшие то есть вот такие не очень большие рукавчики и я просто хочу показать во первых я сделала удлиненную спинку у меня здесь несколько укоротов конечно на льне это все видно и также я сделала несколько прибавок то есть у меня к низу будет чуть-чуть расширяться то есть не это будет не прям как юбочка но расширение будет и удлинение по спинке и хочу заметить вот такую вещь да я уже не первый раз вижу без обработки горловины кстати здесь я тормоз честно могу признать я свои ошибки при стараюсь признавать да если я с ними согласна я вот здесь сделала такой отступ потому что я не знал как я буду вязать ворот буду я вязать планку или нет потому что изначально когда я начинала вязать этот топ первая моя идея была да я хотела его сделать с достаточно глубоким v-образным вырезом и сделать широкую широкий воротничок резинкой но потом потом я решила что нет все-таки буду делать на запах то есть я до последнего не была уверена или я буду делать просто v-образный или я буду делать широкий но в любом случае вот здесь у меня получилось вот это вот лишняя штука и как я буду исправлять то здесь у меня три петли от которых я начинала вязать я вот это распущу возьму на наберу на спицы то есть но я буду по одной петельки 1 распускать и одевать на спицы потом как как бы закрою айкордом да то есть я буду провязывать и присоединять то есть у меня получится как бы продолжение то есть у меня вот это по этой части будет идти айкорд мне кажется это будет вполне логичное закрытие также айкордом планирую закрыть рукава и по низу изделия так выглядит мое плечо мне кажется получилось все вполне неплохо особенно учитывая что это лен да не не много дырок да все выглядит вполне себе достойно мне кажется очень даже хорошо единственное да у меня конечно я сама заглупила и ну не надо было так сделать я сделала в одном ряде развороты и в следующем ряду уже сделала прибавки и я сделал прибавки по тем же самым петлям по которым делала развороты и это очень сильно видно но если честно у меня здесь будет по спине поясок и я не думаю что это будет так сильно видно и опять же об этих косяках знаю только я если кто-то и присмотрится и увидит ну что уж я сделаю ну такая я перевязывать не хочу потому что это лен вяжется он не так быстро как хотелось бы даже несмотря на то что спицы три с половиной в основном все мне остальное нравится ничего менять не буду моделька интересная на мой взгляд да получилось вполне себе актуально и интересно и мне кажется я я буду носить с при великим удовольствием из конечно мне никто из моих любимых родственников ее не отожмет что тоже вполне вероятно также я на эти выходные давай кстати прошу обратить внимание у меня новый фотофон он еще не распрямился да но в любом случае спасибо большое я не за такой шикарный подарок но до подарка яны мы чуть позже доберемся я на эти выходные ездила в магазин сижу вяжу и просто не удержалась от вот этого потрясающего сочетания это отбор готепази носочная пряжа бис байс не знаю как она правильно произносится если знаешь в комментариях напиши вот так выглядит название производителя и что это у нас 75 процентов шерсть супервош и 25 полиамид на 100 грамм 420 метров этот цвет 321 он не ровно рыжий а он как с небольшим переходом то есть он неравномерный цвет он будет чуть-чуть полосками ложится то есть это не гладкое полотно я люблю такие неплоские цвета и вот этот цвет 317 здесь желтый с фуксией точнее желто-рыжий и я взяла эти два моточка потому что когда их рядышком так поставила я в них просто влюбилась и мне кажется можно связать или обалденные полосатики или например носы и пятки и резинки такие ярко-рыжие основное полотело цветным или наоборот цветные резинки рыжие тело общем вариантов очень много вот кстати вот здесь хорошо видно да насколько ниточка неравномерно покрашена то есть это все будет такими черточками по носочку мне кажется будет очень классно выглядеть так что вот эти два красавчика у меня в коллекции по тактильным ощущениям это пряжа очень похожа на пряжу малин вайт от лана гросса но она потоньше то есть тактильно она все-таки потоньше но ниточка приятная колкости я в ней не чувствую но это шерсть это не меринос так что если любишь шерстяные пряжи то обрати внимание ниточка очень даже приятные это мои первые красавчики также у меня была просто нереальной красоты коллекции покрашена вручную космическая да и в которой я использовала бобину пряжу и также в магазине сижу-вяжу купила две реги с люрексом на покраску тоже для моей космической коллекции у меня еще заказана целая бобина большая пряжа с глиттером для крошения она конечно чуть подешевле но два проблема в том что там пряжа розовая и то есть насыщенных ярких цветов на не к сожалению не получится но я уже ли не покрасила ее коллекцию отдала блин надо было сначала ролик снять ладно покажешь следующий раз обязательно покажу лени показала с ее коллекции а я же показал прошлом ролике что мне совсем с памятью плохо в общем на белой все это будет намного сочнее ярче но она естественно будет подороже поэтому я взяла два моточка один у меня уже заказан а второй еще пока в наличии наверное покрашу ну кто захочет тот возьмет вот поехали дальше также я в магазине сижу вижу купила спицы чагу спицы я уже выложила остались только упаковочки да я взяла на пробу 8 миллиметровый три с половиной сантиметра но не знаю они у меня достаточно хотовой размер пускай будут это вы совсем маленький да хочу попробовать рукав связать потому что мне если честно трудно вязать когда у меня рука не упирается и у меня начинает прям сводить как судорогой но хочу попробовать и также взяла запасной тросик на 35 сантиметров потому что там не самый ходовой размер они мне все время в работе мне все время мало также не думаю что это у меня огрызок или я кого-то ограбила одна из моих подписчиц лена и также фанат моей пряжи моего украшения я так считаю она открыла свой канал на ютюбе где провела обзор по бобинной носочной пряжи сравнивая ее с моточными аналогами то есть она покупает бобинную пряжу да если где-то в сети находит ее аналог именно моточный то она вот прям по цветам сравнивает показывает у нее вышло первое видео я оставлю ссылочку на ее канал у себя под кнопочка еще так что пройди посмотри если тебе интересно насочная пряжа вообще насочная тематика пожалуйста не обращай опять внимание на мои ногти потому что я вчера опять красиво пряжу это будет чуть попозже вот и лена в своем ролике рассказывал про пряжу с крапивой и ей она не понравилась она сказал что она колючая что как бы купила и зря и она очень тонкая и она сегодня приезжал ко мне за своим заказом я попросила оторвать маленький кусочек вот я у нее оторвал кусочек связала образец мне пряжа понравилась том же тем что она какая-то вот мне как будто бы есть альпака то есть вот кто не baby альпака нежная а именно альпака которая взрослая да то есть не есть вот этот лоск шелковистость тактильные но тем не менее она достаточно грубая и колючая вот в ней есть этот и лоск и колючесть но вязать реально нитку очень сложно вот здесь вот видно она распушается здесь ну вот просто ты начинаешь вязать у тебя петля выглядит примерно вот так ее собрать чтобы провязать ровно достаточно сложно но мне кажется кто любит на тоненьких спицах вязать жаккарды жаккардовые носочки будет прям огонь к сожалению сейчас этой пряжи нет в наличии но если я где-то встречу я ее найду я обязательно закажу себе и поделюсь ссылочка где можно купить да кто такой же извращуга как и я любит всякие дурацкие составы с характером тот тому я думаю понравится поехали дальше вчера позавчера в субботу также ездила в магазин сижу-вяжу там встречалась с галиной с которой мы ездили на пряжу семеновской где я покупила вот этот моточек единственное что мне понравилось во всем магазине да это расцветка этой пряжи пряжа мне не понравилось ни тактильно не в работе ничего мне понравилось только расцветка это единственное я купила хотела заказать себе на вал берез заказал уже принципе заказала 5 мотков кинула девочкам ссылку на вал берез говорю вот если вдруг кому-то тоже надо то заходите на вал берез мне галя написала что то что она купила в магазине ей не понравилось и если я хочу она мне ее продаст так что я уголе вы купила ее упаковочку и вот такой вот пол килограмма даже 600 грамм счастья у меня привалило пока еще точно не знаю что у меня с этой пряжи будет мне нравится только расцветка это единственное что мне в ней нравится потому что согласись вот даже издалека до понятном бобине она выглядит интереснее намного но издалека даже в изделии мне кажется когда ты будешь идти по улице такой сложный цвет будет приковать к себе взгляды и внимание не могу сказать что мне его не хватает внимания но по крайней мере это оригинально и интересно что то ним необычное так что вот такая вот красота у меня привалило буду вязать не знаю когда и что но буду обязательно понравилось и также мы с галей когда гуляли заезжали в магазин вязь и покупали одну бобинку на двоих она уже связала свой топ но мы с ней как бы купили она связала свой топ остаток отдала мне это очень прикольная ниточка я такую видела первый раз называется хэй бой хэй хэй гелл наверное так 1950 метров на 100 грамм здесь 90 процентов хлопок и 10 процентов па и что это из себя представляет ниточка во первых я не уверена что здесь 190 метров мне честно кажется что здесь метров побольше и учитывая то что галя связала хотя да галя связала достаточно объемный топ и у нее ушло на него 350 грамм для топа хлопком это конечно многовато но тем не менее я хочу какой-нибудь легкий джим пирог на весну на осень да ну понятно у нас впереди осень но и я же не только эту осень собираюсь пережить у меня как бы долгоиграющие планы так что весной тоже думаю потаскаем это вот такой белый шнурочек хлопковый который обмотан еще двумя вот этими цветными хлопковыми ниточками сейчас сфокусируюсь и вот такая вот но как я понимаю это составляющая полиамидная это вот эти вот шишибрики то есть это вот хлопковому шнурку вот эти шишибрики примотана еще двумя вот этими ниточками в магазине вязь было заявлено что это из коллекции шанель и в принципе мне кажется это вполне в стиле шанель даже появилась такая идея связать какой-нибудь жакетик в стиле шанель да например связать его путанкой или рисом или ломаной резинкой что-нибудь такое в общем у меня планов как всегда громадьем к сожалению это бобинка была в одном экземпляре и мы ее забрали но вот ее бирка вот ее название если хочешь поищи где-нибудь в других местах я не думаю что весь эксклюзивный представитель компании мили фили так что я думаю при желании поищешь найдешь из конечно тебя google не забанил так поехали дальше вчера сижу и мне пишет я на что она хочет подъехать за май за своим моточком я и для нее красиво пряжу и она вот уже третью неделю не могла за ней заехать потому что то я в отпуск уезжала в лес то она не знаю не могла по моему или что-то в общем не суть важно я говорю конечно подъезжая дома я крашу единственное я к не до этого ходила к метро горю подойди пожалуйста к подъезду потому что я крашу не 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 могу собраться и дойти до метро она сказала без проблем она говорит можно я пожалуйста принесу тебе пряжу которая который я покупал под разные проекты или проекты не случились или я передумала или пряжа не оправдала ожидания в общем если тебе не понравится но может быть кому-то отдашь я говорю но у меня же есть в крайнем случае магазин и таллинка до который для пенсионеров собирает и по домам престарелых развозит и носочки и пряжу до для бабушек я говорю конечно приносить что мне не понравится я отдам и что там было но во первых фотофон согласись фотофон классный я надеюсь что он у меня разровняется да я честно говоря не знаю он полиамидный можно ли его гладить отпаривать или нет если ты вдруг имела и дело с такими фотофонами да и знаешь можно ли их отпаривать или нет то пожалуйста напиши и это кстати оборотная сторона потому что он мега яркий но я боюсь что если я буду снимать на этой стороне будет все очень сильно засвечивать поэтому это это изнанка но она мне очень понравилась мне кажется она очень такая атмосферная приятная классно в общем я на мне подарила три моточка вот такой потрясающий кальцетерии в очень красивых цветах я прям в восторге полным у меня мне кажется есть уже кальцетерия в таком цвете мне лена дарила на день рождения и теперь у меня еще все такая вот серо-голубая можно мужа что-то связать и вот такая вот розово-сиренево в общем мне вот это кальцетерия нравится тактильно она приятная она тоненькая а красиво ложится и у меня ее прям уже много надо брать и вязать следующее что было в пакетике же с ночь сочкой это вот такой вот красавчик сейчас фокус то где я на здесь побеспокоилась обо мне положила такую бирочку значит это 56 процентов мериноса 29 п.а. и 19 вискоза 400 метров на 100 грамм но так как здесь п.а. п.а. это полиамид а не полиакрил ой скорее всего полиакрил да они полиамид в общем я не знаю какая здесь составляющая акрила и на носочки я боюсь что это не подойдет потому что она может разойтись да если это обычная акрил то он протрется достаточно быстро даже быстрее чем обычная шерсть связанная плотно поэтому я не знаю какая здесь часть акрила то есть какой именно здесь п.а. но я думаю что для какой-нибудь бабушки можно на крупных спицах связать или палантин или какой-нибудь какой-нибудь бактус да принципе здесь 100 грамм мне кажется если взять спицы потолще то вполне потому что ниточка достаточно объемная и мне кажется будет очень прямила и уютно но в крайнем случае можно вывесать основное тело из вот этого да и дальше уже каким-нибудь в цвет подобрать или белым или голубым сделать что-то ажурное в общем подумая над этой пряжи если что у меня как бы него никто мне не запрещает привести эту пряжу в италинку и просто так отдать бабушкам дальше в этой корзиночки до упаковочки был вот такой нереальный красивый велюрчик это прям велюр дай велю же такая на ниточка называется то есть это такой мохнатик очень приятного графитового цвета в одну ниточку это конечно будет очень тонко но если хотя бы вязать две ниточки то уже ну то уже будет очень даже приятненько так что цвет очень красивый приятный такой графит с синим каким-то подтоном бирочка выглядит только вот так вот то есть я так понимаю альтер эго это название артикула стопроцентный хлопок и получается 900 метров на 100 грамм но в принципе это похоже на пряжку на правду очень красиво это я понимаю так будет примерно вот так выглядеть в полотне так что какой-нибудь свитер крупной вязкой я обязательно свяжусь единственное надо будет связать образец и попробовать чтобы он у меня не облетел как у сандры байпайк велюр от кати потому что как бы прийти и чтоб с меня пух сыпался тоже не очень хочется также в этой корзиночке сейчас будут далеко тянуться есть точнее был нереальной красоты стопроцентный хлопок это бирочка от него я так понимаю of это артикул фельпуч это наверное производитель 225 метров на 100 грамм стопроцентный хлопок очень-очень красивый хлопок цвет невероятно красивый я на тут не стала распускать свой образец крючком но в крючке и или это такой образец но мне кажется это прям очень очень резиновый не знаю или это образец такой связан или это узор такой резиновый но в общем я крючке эту пряжу точно не вижу хочу попробовать связать ее спицами единственное но у я на вот здесь образец очень пошел в кривь я не пойму это или узор такой или это пряжу так косит в общем надо вязать новый образец спицами и мне кажется что если я покажу эту бабинку маме мама скажет мне 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 я в этом почему-то больше чем уверена так что я на образец я распустила уже я в принципе вчера такая дернула распускать вам не я покажу сначала в общем я его распустила и обязательно свяжу свой образец спицами и предложу маме мне кажется маме очень понравится потому что она такие цвета любит когда я показала ей фото своего вточного вне вточного да там тоже такой припылено брусничный цвет она такая а нельзя довязать длину я бы у тебя забрала я говорю не я пряжу в ноль вывезла так что извини вот в общем маме нравятся такие цвета палитра и я думаю она у меня с радостью отработает эту ниточку также там был невероятной красоты твит он очень приятный тактильно то есть в нем нету проволочности да вот как бывает например твит кондор или что но типа таких да они прям проволочно этот тактильно больше похож на минотавр только в нем чувствуется сухость больше и к сожалению я на не вспомнила что это у нее такое и положила такую маленькую бирочку что это артикул потеряла но это что-то с шелком и в принципе могу поверить потому что ощущение шелка есть скорее всего именно он и дает вот это от ощущение сухости но цвет это просто что-то невероятное очень напоминает я давно хотела себе заказать у софт донигал есть такая расцветка напомню даже называется борщ то есть там вот такой вот ярко-красный с крапками и вот это именно та расцветка о которой я давно мечтала усе себе у лана гроз у софт донигал купить но теперь у меня есть вот такой невероятной красоты твит и есть еще такая идея что если вдруг он не так сильно распушиться как мне бы например хотел и можно к нему подмотать чего-нибудь тоненько да у меня есть альпака тоненькая такая бордовая или у меня есть альпака к сожалению мой телефон или хочет покинуть меня или я не знаю в чем проблема но он не пишет я перегрелся год-два и вырубается я не знаю может быть он старенький может я ему просто надоело чисто по-человечески сказал отстань от меня женщина в общем я не знаю чем проблема он вырубается поэтому он чуть-чуть вроде бы как остыл сейчас буду гореть максимально быстро тараторить чтобы как можно больше успеть рассказать значит под виде к этому мы уже повосхищались какой нереально красивый но сейчас покажу самое вкусное и даже если бы мне я она привезла этот подарок и сказала что мошноте у тебя пряжи дофига да дай кому считаешь нужным я бы сказала мне нужно я бабушка я почти в доме престарелых и никому бы не отдала вот эту нереальную красоту это значит у нас вот такая прелесть 10 ну давай 30 процентов лен 30 процентов шелк 30 вискоза и 10 п а 520 метров на 100 грамм на 100 грамм бурет лина и это что-то невероятно вот здесь образец связан в два сложения и мне он даже очень очень понравился возможно если я буду вязать туда тоже в два сложения что это у нас из себя представляет ниточка это вот такая вот толстушка я так понимаю это именно вискоза со льном и вот такая вот скорее всего лен и по да но я имею ввиду по толщине мне это кажется что это у нас уже идет лен с вискоза в общем я не знаю что из них что но это такая дву ниточка скрутка нереальной красоты просто вот эти вот переходы как всегда мое любимое ягодное сочетание цветов и все это приглушено таким вот очень красивым обвитием в общем нереально красивое полотно я не знаю где я на его купила но это прям вот супер я говорю даже если пьяна сказала что это не мне я бы упала к ней на коленке не знаю что чтобы я с ней делала но я бы это то все равно никому не отдала потому что это это мое сокровище мне это нравится очень нравится очень красиво и пластика и все вот прям вот все сложилось идеально здесь у меня целая бобинища не знаю сколько грамм не взвешивала в любом случае визуально много так что и думаю на что-то мне точно хватит и как ты уже заметила изменился антураж да хочу показать что я вчера накрасила я очень часто говорю о том что разная пряжа она в покраске даже если я ее крем крашу в одном чане в одном тазу да она будет отличаться и сейчас я попробую на примере показать значит смотри давай начнем с вот этих потому что мне кажется здесь самое показательное это у меня красилась все вместе но разные пряжи значит вот это у меня alize super wash 21 цвет это который у них все серенький меланж и вот он выглядит вот так а это у меня alize super wash 152 цвет который бежевый и он уже выглядит вот так то есть даже вот этот основной цвет здесь у нас еще не здесь он потемнее и выглядит это в полотне по-разному это у меня регина который от сиам не знаю то ли подделка не поделка общем не до регия ну по качеству мне не нравится что не реги мне не нравится не реги на не реги реги на она мне кажется более суховатая какая-то вот если бы я мне тактильную кто-то дал я бы подумал что она или с шелком или схломка но с чем-то таким то есть для меня она суховато не очень нравится она мне тактильно но тем не менее краску берет очень хорошо к сожалению цвета врут немножечко они намного насыщеннее и ярче и вот это у меня alize super wash 51 цвет который идет именно от белка и он видишь насколько он тоньше да он прям тоненький такой шелковистый он похож тактильно на мериносик так что вы такие вот у меня красавчики и я не знаю или я неудачник или в чем моя проблема почему-то именно с 55 цветом у меня чаще всего узлы и вот по последней поставки до точнее предпоследняя последнюю поставку я решила artisan не брать потому что у меня в упаковке было то есть упаковка 5 мотков в одной упаковке из в четырех мотках были узлы в одном из клубки было два узла то есть так как я беру на окрашение для меня конечно это неприемлемо я всегда стараюсь выкрутиться до чтобы девочки а получили пасму без узлов то есть вот у меня у меня 55 цвет из пяти мотков трех были узлы 2 у меня забрала уже лена они уехали к ней а вот эта пасмочка осталось и вот я покрасила на такую пару до чтоб можно было носочки мысочки и пятки связать ярко-рыжим от тела бирюзовым или там по носку пустить какой-нибудь жаккард в общем я решила выкрутиться в таком положении но если честно это неприятно потому что даже когда девочки просят две пасмы по 50 грамм у меня это стоит дороже потому что на каждую пасму я трачу времени как на полноценную да почему у нас грубо говоря в макдональдсе картошка фри между маленькой и большой в разнице 3 копейки то есть там получается ты не платишь два раза больше за большую картошку ты платишь совсем не намного больше потому что у тебя человека часы упаковка и все остальное затрачивается ровно столько же времени сколько и на маленькую поэтому меня вот эти узлы если честно раздражают потому что мне каждый раз нужно все это перевязать собрать плюс нужно каждый раз подбирать как я буду это сочетать нет подбирать и сочетать мне нравится но в плане того что по трудозатратам это всегда намного больше времени и просить девочек за больше денег за то что производитель мне навязал узлов я конечно не имею права но если я девочки просят изначально пасмы по 50 грамм то это у меня конечно дороже потому что трудозатраты больше но вот эти узлы меня если честно раздражают их невероятное количество всегда в 55 цвете я поэтому его очень редко беру потому что он не раздражает своими узлами и вот последний раз в артисане просто было невероятное количество узлов поэтому последнюю покраску я все делала с помощью супер вош так сейчас дотянусь опять вот у меня два красавчика которые тоже красились одновременно или одновременно я не знаю как правильно да я нерусь ну не все равно и конечно если тебе прям совсем скучно и прям нечего делать напиши мне комментарий поправь на ее все равно не запомню и вот в очередной раз и я удивляюсь комментатором да мне написали что чего-то там кто-то кушает кто-то есть мне если честно абсолютно все равно вчера перед сном сидела вязала и сейчас вот слушай аудиокнигу сказки салтыкова шелдрина и там было блин просто прослушала сразу несколько сказок и не помню про что именно сказка но в общем там пригласили актеров и актерак кто-нибудь сейчас говорит актера по моему у нас сейчас актрисы а давайте напишем салтыкову щедрину или его лучше внукам да вот его внукам напишем что какого хрена ты пишешь актера ой хрена блин она будет запихать но хрен это же овощ в принципе так что не важно так что не надо меня поправлять русский язык он всегда меняется он всегда исправляется он всегда совершенствуется или наоборот делается более примитивным мы не говорим сейчас так как горели сто лет назад и я больше чем уверена что если кто-нибудь через сто лет послушает мой влог он половину не поймет потому что слова уже изменятся да будут гореть совсем по-другому даже сейчас современную молодежь мы не всегда по не понимаем это не говорит что они говорят неправильно они говорят так как им удобно там как им комфортно так как они друг друга понимают поэтому все ваши поправления к сожалению остаются в лучшем случае проигнорированы брюме его честно я не знаю в чем прикол мне ни разу не написали комментарий с поправлениями да то есть что-то неправильно произношу то есть что-то неправильно говорю без ошибок то есть это всегда или ошибки в пунктуации или пишут с маленькой буквы или самое что мне больше не нравится когда требует чтобы я обращалась на вы и ко мне обращаются на вы с маленькой буквы ну во первых если ты обращаешься на вы с уважительной форме то на вы пишут с большой буквы ну к сожалению поправлять кого-то очень легко и просто а за собой следить не получается это было как всегда минутка гнева от маши и волком в общем это у меня 21 цвет это 152 цвет и настолько они отличаются красились они одновременно или одновременно опять же таки и выглядят по-разному но обе прекрасны вот такие две осенние коллекции у меня две осенние пасмочки получим по ее получились и я думаю они не задержатся я почему-то больше чем уверена что они улетят очень и очень быстро потому что на мой взгляд они нереально красивые я присоединю фоточки да чем я соединена вдохновлялась это пасмы я назвала их носочки гримника потому что это оси такой осенний красивый рыжий лес да когда листики еще есть но они не опали очень красиво получилось это был по большей части не то чтобы даже эксперимента я просто вчера выкрасила всю пряжу которая у меня была в размотке а также я вчера красила джинсы художника в очередной раз и опять же вот у меня 152 цвет и 21 и они выглядят по-разному на то есть я не скажу что они прям кардинально отличаются но они отличаются так что всегда красочка ложится по-разному это у меня грозовое небо я вчера красила очень мне нравится это расцветка да она в принципе похоже на космос но здесь уже без белых звезд и больше я даю бордового каких-то вот таких цветов сложных которые да вот когда у нас грозовое небо когда вы там пробивается солнце какое-то в общем тоже очень красивые пасмы и опять же это у меня 152 да я ничего не путаю вот я даже сама их по сути отличить не всегда могу да вот этот у меня 21 более темный цвет а вот это 152 посветлее но ложится очень красиво и на закуску это у меня пасмы или темный лес или таинственный лес здесь также 20 так нет вот это 21 вот этот 152 а это у меня пряжа в энди в энди если что сейчас напомню это от мили фили здесь у меня 45 шерсть 30 полиамид и 25 махер это пряжа с таким приятным пушком и за счет того что в ней полиамид могу предположить что она прекрасно подойдет на носочки носочки будут очень теплые мягкие пушистый ее на ней очень красиво ложится краска мне прям нравится так что вот такие три леса у меня тоже покрашены они уже это все под заказ леса я имею ввиду это под заказ остальные буду девочкам предлагать потому что мне вчера нужно было выкрасить темные цвета да потому что ну просто если темная краска кстати сразу хочу обратить внимание что темные красители когда такие насыщенные яркие цвета они очень трудно закрепляются и пель на первое время к сожалению краска может уходить то есть я вчера вы полоскала краска не уходит то есть у меня вода была прозрачная но к сожалению когда ты будешь стирать красить краска чуть-чуть может уходить да потому что пряжа в себя возьмет ровно столько цвета сколько она может взять и ничуть не больше и лишний цвет весь выйдет на сегодня это все что я хотела рассказать как всегда получилось очень много болтовни болтовни не не нужны скорее всего для кого-то но тем не менее надеюсь было и интересно на сегодня все прощаюсь еще скоро увидимся пока привет два дня не подключалась и потому что была занята но я думаю ты видишь результаты моей занятости и девочкам в телеграм я уже рассказала а теперь расскажу и тебе в общем я приняла такое решение это пока временно то есть это не сто процентов не у нее не навсегда скорее всего но я больше не буду красить на заказ потому что заказов просто шквал и если честно в этом уже нет никакого творчества в этом просто рутина я например вчера красила 7 арбузов и 9 космосов но как бы это не очень интересно да в плане творчества поэтому я девочкам написала что пока заказы не принимаются хочу хотя бы расквитаться с долгами да потому что у меня уже запись на пять листов и самое жуткое да ну с моей стороны то что я не успеваю покрасить у меня заказы растут 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 в принципе я написала вчера после том что я заказы не принимаю потому что я покрасила 6 арбузов или 77 по самосе 7 пасм арбузов и захожу в телефон а у меня заказ еще на пять пасмы я думаю не но я с такими успехами я просто не справляюсь не успеваю мне не нравится то что люди ждут месяцами потому что я например сама такой человек если мне нужно то мне нужно здесь и сейчас а месяц ждать что-то я уже могу перегореть мне это уже будет не интересно но из-за того что люди тактичные может быть просто неудобно отказаться да и они это забирают но уже без того желания как было изначально но это я как всегда сужу по себе возможно я не права возможно наоборот у кого-то еще больше разыгрывается аппетит всеми разные да в конце концов но я хочу показать вчера красила космос вот эти у меня все пасмачки покрашены из пряжи кальцетерия так покупала ее в дольче филате прошу прощения телефон значит покупала ее в дольче филате это магазин в подольске здесь у нас классический 75 процентов меринос 25 полиамид светлого розовый 4 рубля за грамм тактильно я бы не сказала что здесь есть меринос потому что пряжа реально шерстистая но что мне очень не понравилось возможно я опять же придираюсь я в магазине выгребла всю пряжу в ноль то есть то что у них было я заказала в ноль они мне ее всю отправили но абсолютно все они во первых были на четырех бобинках небольших и абсолютно все смотаны то есть ни одного родного конуса с биркой не было был один единственный конус на котором была спис срезана прям бирка видно что прям срезана но от нее это не от нее я не знаю то есть реальный состав мы к сожалению не узнаем магазин дочь филате считает что нам это не нужно то есть мы должны верить на слово ну такое себе если честно я и в этом магазине брала первый раз поэтому какого-то особого доверия они мне не вызывают причем что мне не понравилось я звонила в этот магазин три дня то есть я хотела узнать какая у них размотка это на одной бобине не на одной в каком виде это пряжи да но мне никто не ответил поэтому что я могу сказать не не думаю что я буду еще у них покупать возможно если у них появятся какие-то интересные артикулы в может быть но так чтобы вот я отнесла этот магазин в категорию там любимых хороших не могу потому что мне неприятно когда меня игнорируют одно дело когда например в магазин сарлаг да если у тебя вопросов нет и оформил заказ все тебе молча все отправили тебе никто не долбит никакими там лишними звонками разговорами и всем остальным но когда ты пытаешься дозвониться на телефон на сайте который указан то есть я не не в яндексе где-то нашла телефон а телефон сайта мне никто не ответил поэтому к сожалению не я не знала на каких бобинках эта пряжа будет как она придет но пришла она вот так на 4 таких небольших бобинках что меня не очень сильно радует потому что я разматываю подвес да и у меня остаются там огрызочки по 20 по 30 грамм которые на полноценную пару я уже никому предложить не могу то есть у меня очень много отхода получается ну ладно буду теперь знать что с этими товарищами и в только в самой крайней точке но хочу также сравнить и по визуалу да насколько отличается вот эта пасмочка у меня покрашена пряжа реги я ее я покупал магазине сижу вижу это реги софт глиттер я бы не сказала что она прям софт но она помягче чем обычная реги и она тактильно вот если закрытыми глазами щупать честно я отличие не замечаю то есть она такая же как вот это глиттер но все интересное самое интересное у нас как всегда на этикетке реги я не заявляет что у них меринос и у них 70 процентов вёрджи волк это первый сострик то есть по идее это получается та же самая пряжа что и региа дату тактильно они реально не отличаются то есть я бы вот пощупала я бы не заметила отличие если мне дали закрытыми глазами но почему-то здесь магазин dolce filati нам заявляют что здесь 75 процентов мериноса а здесь у нас 70 процентов вёрджи волну не знаю почему-то я этикетки родной реги я доверяю больше чем этикетки магазина который даже не отвечает и хочу сразу показать насколько красивые насыщенные цвета получились на реги да она там точнее на вот это и получается тоже очень красиво но за счет того что сама основа была розовая конечно немножечко цвета получается при гул более приглушенный и звезды будут не так сильно видны и насколько все это безумно красиво на реке конечно света молодец это у меня заказик не света жанны у меня здесь просто бирочка жанны нами маркерами кстати маркеры тоже безумно красивые они были в одном экземпляре потому что это у меня были наборчики просто по 10 бусинок такие приходили вот так что жанна большая молодец что решила переплатить немного и заказать себе именно из реги потому что результат конечно просто потрясающий но у меня еще одна реги осталось так что возможно еще повторю именно вот таком сочетании хотя вот эту регию я отложила для другой задумки у нас тут недавно с девочками было обсуждение и маша прислала фотографию которая называлась женский мозг или что-то такое но общем она очень классно и мне кажется если вот эту эти женские мозги покрасить именно из вот этой реги это будет прям бомба поэтому я вот эту пряжу приберегла именно для женских мозгов ну да звучит это конечно грубо но на самом деле фотки очень классный у меня уже весь космос по заказам да то есть наличие естественно ничего нету даже спрашивать не стоит а под заказ я больше не крашу поэтому будем ждать нового вдохновения к сожалению камера не передает потому что вот здесь сиреневый переходит в синий синий переходит в изумрудный изумрудный переходит в петрольный и петроль и опять уходит фиолетовый но как видишь здесь получается практически одно синее полотно то есть вот эти вот потрясающе красивые переходы не особо видны к сожалению камера не передает всю красоту но единственное что меня радует что девочек это точно не разочарует потому что результат просто невероятной красоты вот все вот эти блестяшки я откладываем про магазин который у меня под большим вопросом рассказала и про отличие реги в матке и судя по всему реги в бобине тоже рассказала вот поехали дальше также у меня девочки большие выдумщицы и у меня у меня света в магазине нет нет сокс заказала лана гроссу чтобы я ей покрасила именно из лана гроссы я просто почему положила эти два моточка она мне прислала 4 и 1 мне в подарок три ее и один мне в подарок но я хочу показать вещь который о которой я с честно не знала я никогда в жизни не обращала внимание как у ализе есть два белых да то есть у них есть 0 1 и 51 0 1 у нас молочный 55 55 и снова прошу прощения у меня сегодня муж работает дома так что будем мучиться и страдать все вместе я если честно если бы не обратила внимание на то что цвета вот здесь отличаются да по и он вот вот этот фарбе да или как он правильно называется в общем этот цвет у лана гроссы что один из них 1345 а другой 1113 я даже наверное не обратила внимание что не отличаются по оттенку но когда я их уже положила вместе то видно что вот этот более белый этот более сливочный оттенок такой чуть-чуть желтизной но в любом случае оба оттенка красивые я свете буду красить и мы заодно сможем посмотреть какие цвета как укладывается но мне кажется особой разницы нет и тактильно да насколько отличается 55 у супер воша и 0 1 такой разницы нет то есть тактильно они в принципе одинаковые очень люблю ниточку малин white от лана гросса также у меня лежит в очереди на покраску моточек который мне подарила даша мор нитка тоже я его покрашу и также когда света сказала что она закажет от нецокс посылочку ко мне до чтоб я покрасила и все вместе сразу потом отправила я к ней напросилась чтобы не платить за доставку лишний раз и попросила купить мне один моточек вот такой пряжи от релана тоже белую тоже на покраску но если честно тактильно не супер вошь нравится больше релана больше вот похоже на регию вот тактильно она пожестче так что имею ввиду но по цвету она ближе вот которая более белая то есть визуально они как бы не отличаются но тактильно малин white все-таки получше так что хорошо что я релана взяла один моточек просто на пробу я никогда не вязала с этой нитки просто было интересно попробовать что она из себя представляет потому что она не дешевая до хотелось сравнить но заодно и сравним покрасим малин white кстати сейчас очень хорошо видно разница цветов да когда близко я честно я даже не знала что холана гросса есть два белых я для меня это было просто открытие так что свете спасибо за то что позволяет провести нам такие грубо говоря эксперименты и также и снова ссоре и так я уже забыла на чем я остановилась но значит будем красить да вот эту коллекцию малин white и вот эту классную релану ну классную не знаю я если честно ожидала от него побольше но нет неплохая нитка но гораздо при приятнее малин white лично для меня также а тут вчера у нас девочками было небольшая игра да мы устроили аукцион и то что у меня не вошло в аукцион и я показала остатки да я говорю вот у меня осталось грюндель у меня было две пасмочки я не удержалась я просто когда красила да я прошу всегда говорю если у меня какая-то пряжа остается не переживаю я ее всегда могу оставить себе я не удержалась и забрала одну пасмочку себе и начала вязать из пряжи грюндель сейчас мы даже что-нибудь покажем очень красиво ложится я не могу меня прям завораживает вот эти цвета я прям восторге полным так что очень рада что забрала одну пасмочку себе так она выглядит матки они чуть-чуть разные да как бы у меня хотели купить на пару но пара вряд ли бы получилось примерно одинаковая поэтому я не стала их продавать как пару решила одну оставить себе но в любом случае мне на 36 37 размер одного моточка хватит это я знаю наверняка потому что я раньше всегда из лана гросса малинвайт 50 граммового моточка вязала себе пару мне всегда хватало на невысокие да не гольф конечно но вполне хватает а одна у меня еще осталось в запасе но в любом случае у кого размер больше ничто не мешает сделать и носки резинки другого цвета да например сюда вписать какой-нибудь ярко оранжевый или желтый и мне кажется будет очень даже классно но в любом случае да почему меня всегда удивляет я иногда что-то крашу и мне кажется что это просто прекрасная расцветка она сейчас одна из первых улетит но она зависает на как например вот эта грюндель да она у меня зависла она уже месяц на и належит но зато например когда я крашу вот такие примерно расцветки думаю блин то кто ее возьмет кому она нужна они уходят первые поэтому я никогда не ассоциируюсь но не не отталкиваясь лично от своего вкуса да иногда прислушивалась к девочкам потому что девочкам такое нравится мне например вот это яркое цветной гораздо больше вот как я например была уверена что вот этот твит пазл у меня улетит просто за первые пять секунд и даже боялась его показать на сегодня будет ролик веселый ладно давай дальше поехали быстро тебе расскажу что хотела рассказать и буду заканчивать уже на сегодня были ну какие же они красивые вот когда мне девочки говорят что пряжу моего украшения интересно вязать да что ты никогда не знаешь какая петля будет следующая какого оттенка это так и есть это на самом деле очень сильно завораживает просто прям без ума я не помню сказала или нет что так и лежит этот вид хотя я была уверена что его заберут вообще в первые секунды но как видишь у меня вкусы немножечко извращенные на этом плане да я больше люблю что-то яркое цветное сочное а кто-то любит более приглушенные тона поехали дальше также у меня был заказ на безумно красивый бурет и хочу показать его поближе потому что эти цвета просто меня завораживает здесь у меня 370 грамм он уже продан просто перед тем как его отправить хочу показать безумно красивый это бурет 600 метров на 100 грамм покупал его в магазине вязь еще буду наверно что-то похожее красить для карины она мне заказала надо только добраться до вязи выкупить ее бурет но выглядит конечно это безумно красиво мне даже очень интересно посмотреть как это будет в изделии вести себя мне кажется футболка майка да будут просто нереальной красоты и по быстренькому пока в очередной раз не позвонили что очень вероятно самое интересное что все утро сидели и никому ничего не надо было тут все сорвались цепи значит я уже практически заканчиваю это мой топ из льна от камтекс переделала ворот как и говорила да я набрала и айкордом закрыла ворот сидит хорошо мне нравится выглядит вполне аккуратненько да ничего не мешает единственная вязала я кстати обманула всех я думал что я вижу на три с половиной а когда снимала спицы и решила убрать их на место увидела что у меня в три с половиной спицы лежат а вяжу я оказывается на 375 так что вот вот этот лен камтекс который и серии премиум я кстати уже не сегодня да потому что я боюсь уже что-то начинать хочу сравнить у меня четыре разных льна от камтекс и он разный не только по этикеткам но и по качеству поэтому когда я говорю в ролике что я купила новый лен кантекс серия премиум то его можно сравнивать сном или с новым льном именно из этой же серии они с тем льном который был 5 10 и там еще дальше то есть он весь разный у него разные не только этикетки но и по качеству он весь абсолютно разный когда закончу это изделие до постираю и уже сравним значит я уже связала завязочки довязала есть естественно на своей машинке для вязания шнуров я их пришила петля в петлю но мне кажется более или менее аккуратно да насколько это может быть здесь тоже все аккуратненько осталось позаправлять немного кончики но их я обрезать буду уже после стирки а так в принципе сейчас вы вижу всю длину вниз и все и изделие готово как сидит мне нравится но единственное получился слишком глубокий вырез буду скорее всего носить или на какую-то футболку или вообще у меня есть такая идея докупить еще один моток и связать такое типа легкое платье на купальник да например если куда-то поеду на курорт мне кажется будет очень даже классно но посмотрим это еще так мысли вслух потому что и так уже не дешевая вышла да кстати в лама в магазине лама и собрать по оптовой цене то цена более или менее приемлемой этом в районе 500 рублей все равно дорого все буду заканчивать потому что я уже боюсь что сейчас опять зазвонить телефон все до следующей недели пока а а